Юными зрителями арена «Дружба» наполнилась задолго до начала шоу. Сюда съехались дети со всего региона. Праздник открыл губернатор Андрей Шишатский. Я тоже, как и вы, жду новогодних праздников. И сегодня эта череда начинается прекрасным праздником святителя Николая Чудотворца. Я вас всех хочу поздравить с прекрасным праздником, вверх и в чудесах. Будьте счастливы и здоровы! В этом году ко Дню Святого Николая вместо обычной елки для детей подготовили сказку на льду. Практически 3,5 тысячи детей примет участие со всех городов и районов нашей области. Это дети льготной категории, дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, это дети-инвалиды, дети, пострадавшие в результате Чернобыльской АЭС, это дети из многодетных и малобеспеченных семей, это дети одаренные и талантливые. Вместе с московскими артистами на льду выступали чемпионы мира и юные фигуристки из Донецка. Шоу-программа длилась больше часа. За это время свое мастерство показали около 30 артистов на коньках. Они с тренерами учили это все по видео, и так как мы приехали буквально, поэтому все это прошли быстренько на полу. И для маленьких девчонок это было, конечно, таким стрессом достаточно большим. С листа делать все свои номера, и они справились. Конечно же, была запланирована репетиция утренняя, но так как на льду лежали фермы разные, свет вешался, и все. Мы сделали это на полу, без коньков, в раздевалке. И они очень четко, все мне понравилось, с каким настроением, очень четко все по рисунку прошли девчонки. Большинство детей впервые побывали на ледовом шоу. Увиденным остались довольны. Очень понравилось. Были все такие красивые, все хорошо выступали, было все очень классно. Я сама просто фигуристка, но я хотела просто их увидеть, и мне очень понравилось. После ледового представления маленькие зрители смогли взять автографы у своих кумиров. Себе на память и похвастаться еще в школе. Чтобы ледовое шоу увидели как можно больше ребят, в День Святого Николая представления на арене «Дружба» показали дважды. Нарея Захарова, Евгений Сысоев, Панорама.